Меня зовут Ольга, я здесь родилась. И так получилось, что три года назад я уехала в Швецию, сейчас живу в Стокгольме. Но мне кажется, что две любви всегда со мной, где бы я ни была, это любовь к литературе и любовь к Ярославу. Когда я жила здесь, я работала на кафедре зарубежной литературы, преподавала литературу, и в то же время, летом, я гадила экскурсии. Я решила пройти еще раз этими маршрутами, чтобы посмотреть на этот город не из манайланной перспективы, не выдать какую-то обязательную информацию, а, может быть, посмотреть на город как житель изнутри, более пристально, именно на тело города. И тут у меня возникла ассоциация с романом, о котором я очень много рассказывала в свое время моим студентам. Это роман Джо Сулис, где Леополь Блум целый день путешествует по Дублину, как по некому телу, попадая в желудок, в чрево Дублина, в сердце Дублина, в мозг Дублина, в какие-то совершенно невероятные органы. И вот у меня такая же идея возникла – пройти по старому центру, как по некому, может быть, телу города, быть неким, может быть, врачом, который смотрит на тело города как на пациента, посмотреть, насколько оно здорово, насколько оно молодо или свежо, насколько хватит ему еще сил дышать дальше. Где-то он смешной, а где-то он прекрасный, где-то молодой, а где-то очень старый, он очень парадоксальный, но он очень любимый. Мне кажется, что позвоночник старого города, старого Ярославля – это улица Кирова, причем своими нервными окончаниями уходящая в Знаменскую башню, потому что ведь именно здесь проходила городская стена и границы Ярославля, и во времена Петра Первого это служило входом в город. И известно, что даже при Петре Алексеевиче бояре, которые не хотели платить, вернее, которые не хотели брить города, они вынуждены были платить дань, чтобы избежать позора, и только тогда они могли войти в город. Ну, а сейчас Знаменская башня, в общем-то, ловит ярославцев только такими ненавязчивыми звуками уличных музыкантов. И вот эти стены еще помнят удивительные россыпи Георгина Феаста. Сейчас этих россыпей уже нет. И еще они помнят смех детей из киностудии Ирэна Устинова, которая тоже стала историей. Вот эта улица затянута в корсеты банков и сувенирных лавок. Все равно в ней есть некая энергия жизни, некий ритм, который задает ритм всему старому центру. Благодаря кафе и пиццериям, и смеху людей вселяет некий пульс всему старому городу, придает ему некую молодость. Поэтому мы начинаем с позвоночника. Вот здесь мы прикасаемся к сердцу Рославля, работа которого, мне кажется, обеспечивается двумя составляющими. Это театр, это церковь и храмовая архитектура с 19 века, это парки. И вот мы подошли к тому, где жил Петр Волков, когда он приехал из Госпромы со своей купечной семьей. Человек великих талантов, человек, который умел служить царям, умел служить царям красиво. Сердце Ярославское не только театральное, но оно ещё и таинственное, и тёмное, царями обласканное. С другой стороны, это сердце. И утончённое, как губернаторский парк при губернаторском доме, который принимал многое поколение царей и различных высокопоставленных особ. То есть сердце это очень сложное и многогранное, и ритмы его очень разнообразные. И вот очень интересно, что от этого сердца, такого театрального, и царями обласканного, и в то же время купеческого, в общем-то и характер Ярославца артистичный, и в то же время очень смекалистый, ловкий. Ярославцы люди романтичные, и в то же время очень выносливые на жизненные трудности. Лёгкие Ярославля, наша матушка Волга, это на самом деле лёгкие, причём не только в таком поэтическом смысле, но в самом прямом, потому что это начало очищающее и дающее жизнь улицам, площадям, больницам, домам, всем огнедышащим заводам города. У меня на набережной есть одно очень любимое место, с которым связана и моя профессиональная деятельность, и много каких-то личных эмоций. Это речной вокзал, куда приходят наши красавцы корабли. А вот раньше, до XIX века, каждый корабль, который приезжал сюда, пепельческий корабль, обязан был привозить булыжник, который ложился в основание нашей уникальной, этой покаты двухъярусной набережной, которой так не хватает, когда ты уезжаешь из Ярославля. Ничего другого не приходит в голову, как назвать Волгу лёгкими, потому что ты выходишь на этот простор, и тебе дышится легче, и как-то пишутся стихи, и мечтается. То есть это совершенно удивительное место, обладающее уникальнейшей энергетикой. Именно ради Волги можно сюда просто приезжать и возвращаться. Головной мозг старого города, старого Ярославля. Вот именно где-то в этой точке сходятся два полушария головного мозга, правая и левая, Волжская набережная, Катрасная набережная. И именно здесь, мне кажется, средоточие всех городских амбиций, их-то очень значительных, важных решений, и в то же время творческих, и порой необдуманных порывов. Вавилонская башня Ярославля, Успенский собор, это, несомненно, результат человеческой гордыни. Демидовские парки, мне кажется, еще помнят эти страшные времена, 30-е, особенно 37-й год, когда было уничтожено не только очень много замечательных людей, но и архитектурные памятники, в том числе, вот это уникальное творение, зодчество, Успенский собор. Очень много легенд и очень много каких-то тайн. Вот одна из них связана именно с моментом взрывания этого собора, который, как говорят очевидцы, приподнялся над землей и потом опустился в целостной сохранности после первой попытки взрыва. И это, мне кажется, очень удивительным и совершенно не имеющим ничего отношения с вот этим красивым, в общем-то, собором, который сейчас возносится над скромными митрополитчими, скромными домами. И тут уже даже непонятно, то ли это дань прошлого, за который мы все в ответе, то ли это, может быть, какой-то даже вызов Москве и Казани с их... величественными церквями и соборами. Ну, надо сказать так, что это желудок Ярославля. Мне кажется, что желудок этот носит характер отчасти по-метафизически, отчасти коммерчески. Даже несмотря на такие прекрасные усыпи фруктов, овощей, рынка, очень острые запахи сыра и творога совершенно свежего, вот это соседство еды и, ну, так мягко говоря, потреба, оно как-то немного неаппетитно. Очень жалко, что сейчас мы не чувствуем вот этих прежних ароматов кондитерской фабрики, которые буквально одурманивали, и не можем просто зайти в магазин и купить вот эти очень красивые конфеты удивительных обердков, которые тоже могли бы просто быть с произведениями искусства. Сейчас это все сошло с молотка и ушло в прошлое, и поэтому вот эту работу Ярославского желудка обеспечивает, к сожалению, не фабрика, к сожалению, даже не рынок, мне кажется, и не хлебопекарни, которые стали утрачивать уже свою, может, популярность, а кафе, рестораны, которых и на этой улице немало. Мне кажется, что вот Ярославскому рынку не хватает, может быть, какой-то самобытности, какой-то жизни, как Ярославскому мозгу целостности. Но мне кажется, что Ярославское сердце, оно очень настоящее, оно работает, оно трепещет, и оно делает этот город вот тем пространством, где хочется и жить, и творить, и влюбляться, и куда хочется возвращаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!